В такой торжественной атмосфере здесь, в госрезиденции Алла Арча, проходит церемония вручения государственных наград. Здесь более 200 человек – это лучшие представители своих профессий. И, безусловно, высокая госнаграда – это большой подарок на Новый год. Но прежде президент Садыр Джапаров коротко рассказал об итогах уходящего года. 2022-й для Кыргызстана стал особенным. Подведя итоги избирательных кампаний, именно в 2022 году мы приступили к развитию важных секторов экономики. Проводимая с начала года финансово-налоговая политика позволила пополнить казну и повысить заработные платы. Как под спорью экономического прогресса, Кумтор возвращен к государству. Мы начали решать вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также мы видим успехи наших спортсменов, достижения в области здравоохранения и реформы образования. Сегодня время ставит новые задачи. Наша общая цель – укрепление государственности, сохранение ее целостности, установление законности, укрепление национального единства, улучшение жизни людей. Могу с уверенностью сказать, что при поддержке нашего сплоченного народа, ценящего силу единства, мы выполним свою историческую задачу. Для этого достаточно возможностей у нашей страны, благородных качеств у нашего народа и, главное, воли руководства страны. И для достижения этой задачи сидящие в этом зале граждане не жалели своих знаний и опыта. Заслужившие высшую награду они – великая опора всего народа и всего Кыргызстана. Мы знаем Геннадия Базарова как одного из ярких представителей бурной эпохи кинематографа, чья слава разнеслась по миру под названием «Кыргызское чудо». Мы гордимся Геннадием – талантливым кинорежиссером, сценаристом, прозаиком, обладающим широким творческим диапазоном, отличающимся своим творчеством вне зависимости от времени и места. Он один из ярких представителей золотой эпохи под названием «Кыргызское чудо». Широкий диапазон Геннадия Базарова, а он и талантливый кинорежиссер, сценарист, прозаик – вот что отличает в его творчестве. Теперь уже кавалер Ордена Манас второй степени Геннадий Базаров – автор сценариев и режиссер таких кинокартин, как «Джанат», «Засада» и «Аномалия». А картина «Материнское поле» – экранизация произведения Чингза Айтматова входит в золотой фонд кыргызского кинематографа и по сей день является ярким образцом для нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения. Более полувека стаж врача в отдаленном Аксуйском районе Иссык-Кульской области Айшей Смогуловой, а накопленный опыт она с большим энтузиазмом передает молодому поколению врачей. И даже в период пандемии она продолжала работать. К слову, в селе Энельчек не был зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Это я сейчас работаю в селе Энельчек, до этого я работала в Айдаркене, тоже в условиях высокогорья, поэтому я привыкла. Не скажу, что это просто, но когда по-настоящему любишь свою работу и знаешь свое предназначение, то и такие сложные условия не проблема. А сегодня получила звание заслуженного врача. Очень рада. Поздравляя лауреатов, которые своей преданностью работе и высоким профессионализмом вносят весомый вклад в развитие страны и формирование интеллигенции в целом, Садыр Джапаров в своей речи отметил некоторых из них. Есть много граждан, которые хорошо выполняют свою работу в жизни страны, передают накопленный опыт молодым специалистам, работают честно, не будучи признанными или представленными к награде. Среди них Зайрабибюш Амриканова, Токтобик Термичиков и другие современники. Достопочтенная Айша Исмагулова, имеющая 57 лет врачебного стажа, работает в больнице Нильчек в Сарыджазе, хотя ей уже за 80. Кыргызстан известен по именам некоторых наших великих людей, и я очень рад, что уважаемая Каиргуль Сардбаева, достигшая звания такого великого человека, удостоена высшей государственной награды. Не все ученые имеют возможность идти по пути науки, активно участвовать в общественной жизни, создавать общественное мнение. Канбекус Моналиев, Сулайман Каипов и Умут Кутаева находятся в авангарде таких ученых. Эта награда, я считаю, не только наша, это награда для всего народа, потому что мы работали в области образования, в области развития курсия языка, в области литературы. Мы постарались, чтобы как-то наши студенты были образованными, они любили свою родину. Конечно, эта награда обязывает намного, потому что мы должны еще работать. Применяя новые методы в обучении учеников средней школы номер 21, Бермет Исаковой удалось распространить успешный опыт работы сначала в Токтугунском районе, а затем и всей Джалабадской области. Она проводит урок физики, используя современные технологии. А это и интерактивы, и видеоуроки. Время меняется. Прежние методы обучения детей уже устарели, а учеников постоянно необходимо увлекать своим уроком. Сейчас появились современные технологии. Я активно их использую для обучения физике. Мои учащиеся побеждают на всевозможных олимпиадах по этому предмету. И это для меня самая большая награда и гордость. А сегодня я удостоена еще и почетного звания заслуженного учителя. В успешное будущее страны вклад продолжают вносить и представители других сфер. Они открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, служа современному развитию Кыргызстана. 18 лет я работал начальником Джатаугузского районного отдела образования. А присвоение почетного звания заслуженного работника образования считаю большой наградой за многолетний труд. Благодарю, что оценили это. У нас в разных ситуациях случаи бывают. Каждая операция через сердце проходит. Если когда спасаем, это очень радуемся, как дети. Иногда свет не бывает. Бывали случаи, что через зеркало от отражения оперировали. Таких случаев очень много. Для меня это было неожиданно. Это новогодний подарок. Получить такую государственную награду заслуженного врача. Это как бы меня обязывает еще более обратить внимание для здоровья нашего населения, чтобы поменьше болели. Еще раз поздравив лауреатов госнаград, президент Садыр Джапаров призвал их вместе работать на будущее Кыргызстана. А я Надюши Кеева, Эсентурабы Кеев, Аллату 24.